вчера было воскресенье это 28 у нас марта 21 года сейчас то ли поезда сменили ли еще и батюшка был необыкновенно долго у меня здесь он думает сделать какой-то буклет или как сделать говорит в интернете делается там чтобы разговаривать фотографии выбрать а у меня фотографии то это 24000 только выставлено еще около 1000 больше не выставлено я говорю я же не знаю мне нравится одно тебе другое твой заказ и ты должен выбрать чтобы я знал что послать и было так неоднократно мы там есть надо я думаю вроде и не надо он горит надо вот видишь надо а я очистил корзинку то и теперь какой находит он новые фотографии то я их выбрасываю в корзину легко очень быстро и мы так набирали в конце посмотрел 51 одна фотография а теперь нужно как-то сделать то ли буклет или как делал волобоев я бы вчера вячеславу то написал он сразу игнатий тихонович да так с такой радостью это сделаю а у нас есть кому делать специалисты хороший специалист и виталий калинников хорошо делает они как-то делают на каждый рисунок как бы вот у меня на день рождения на каждую строчку стихотворения и набрали людей почти столько же сколько строчек и там выступает и дети и по одной фразе да с выражением считают а вот последний написал им можно екатерина а можно екатерина она за русланова руслан родной брат галли загуляевой а ее фамилия девище было можно и она пишет стихи и хорошие стихи пишет это екатерина я не случайно упоминаю она написала обо мне стихотворение я не просил но опять же тогда господь побуждает такое расположение она все все написала что в моей биографии а я подписываю игла и гнать и лапкин лэс большой буквы то она и как меня пережигала и пережигали углу гнули эту иглу и и чуть нагнутая игла вообще молодец я говорю ты вячеслав попробуй так сделать а батюшка один раз сказал и другую тут печальная страница подходил как ко мне сегодня человек один не то что там настроение испортила гадости всякие наговорил и я говорю тебе зачем это надо то там было когда не было и как у старобрядца 300 лет назад было они не могут без этого а почему все в недостойном причищение я причину знаю я откликаюсь иногда трусик всем написал написал сам перечислил женщин какие чтобы ему дать характеристику он увидел что я даю а я говорю не даю я характеристики мне сначала нужно чтобы человек 57 написали которые у близко знает человека а потом я все это суммирую и даю свой взгляд тогда мы написали ни одного положительного нет отзыва у него ни одного и такое глубинное исследование делает и он ни одного не принял а женщины да не твари там такие рот развивает а женщина просил же нас сказал да какое неправо имеет мне характеристику давай да ты просил же сам сам просил все забыть его нельзя тронуть бурное беснование такое и он начал всяко сквернить женщина они что должны это стервы это она если женщина она не должна со мной слова разговаривать только на коленях и ноги мои целовать а сам там где-то блудил что и но не ни с кем в мире нет мира здесь он как поднялся на каждый отзыв мог от сестер этих не принимаю но большинство то сестер которые мужья дали там вячеслав николай астахов которых потеряевки были ну лично никто не встречался по его словам как-то ну такое глубинное прямо просматривает где когда что и и женщины вот возьми наталья усатая у нее какие сильные ирина здесь кондратюк это если я не написать екатерина или наталья ты подумаешь что это какой-то епископ говорит какой-то мудрец только мест писания святых отцов каноны церкви жития святых и прямо целые пакеты в окно нас я считаю так я не по жизни говорю а по знаниям высокий уровень счета если ну содружество наше где-то он распалился и только одно игнатийте их а дальше вы мне дайте их характеристику дескать никто неправильно я все думаю давать не давать и все говорят вячеслав с ним опасно быть рядом и опасно быть в городе опасно может быть даже в одной стране быть у нас азербайджанец и может быть что-то склад скат сказывается от национальности никто не знает ну похоже очень вот как есть такими ругательствами прямо видно что весь пышет этим а как-то обидели его нет в жизни высшее образование в италии учился и нигде работы не найдет где-то он пошел я пойду военные там с военными на военные там где украина воюет где с донбассом и он туда я говорил зачем же ты на военные пойдешь пойду и пошел ну и он один и тот же и там какой-то старшина или кто есть его там лейтенант или кто здоровый видать он ему повалил в грязи где-то и табуреткой улупсовал и он оттуда бежал вроде отмыться домой я не знаю какая причина и сразу оттуда пересек границы ушел я говорю вот это он был русстан а теперь рустик он крещение как принял и сегодня все говорят это от недостойного причащения недостойное причащение такая злоба просто нельзя считать вот это а я мы все не отвечаю все для меня нет людей на земле вроде только я один а со мной расставался несколько раз и в черный список заносил пройдет сколько-то недели две примите меня я был неправ то ли кается то ли только говорит допустите меня в эту общату летку условия поставлю нужно писать я буду молчать ни одного слова не говорить не писать только примите эту бумагу написать крупно печатные буквы около себя держать сообщества а в чат сообщества не рулетка а ну и ну да сейчас в обществе я имею это ввиду а говорю не то и обсуждаем я говорю думать это вещества вещества подвещает я не и как игнатий разрешит мы примем играть и тихонович примет значит тогда и мы вроде испытательный срок тебе хотя бы года три и на при живтии одного святого засимы святого засимы приводит ему только вот это нужен какой-то княжеский видимо сын был и кто его послал из монахов и написала жестокий злоречивый такой просто опасный грубый и настоятель монастыря то получил такая характеристика с ней даже в тюрьму не примут и он ему говорит тебя характеристика я не могу принять и смуты начнешь с ней другим все-то говорить нет я решился я окончательно себя отвергся это точно да но тебе небольшое будет порой ты сидеть не будешь надо работать а как вход и выход где двери это ворота главной монастыре ты будешь там смотреть за порядком наблюдать и каждому кто будет заходить и выходить земной поклон делать и говорит помолитесь обо мне грешим злой дух во мне я бесноватый помолитесь спрашивает как кланяется просит слезы проходит кажется семь лет он его вызывает и говорит брат засима хорошее сведение о тебе есть тебя рукополагаться надо священники я прошу тебя очень не снимай меня с этого места как я без него жить буду опять да и немного осталось мне он готов молодой счет и посадусь и правда он не через десять умер а когда он был там на вахте видать помощника давали этот помощник так его полюбил засима такой мягкий характер у него так он любит молиться и потихоньку песни поет там божественная и он говорит а ты меня не оставляю он посмотрел на него это хорошо ты за мной следом пойдешь а вот молоды это тот умер дней через пять тот умер забрал его я попутно говорю и вячеслав приводит и этому рустику то есть киды горит тебе только одно нужно вот это и хотя были тем испытания каждому кому ты пишешь встречаешься говори что ты бесноватый недостойное часто причащается я поворачиваю все к одному и вот этот один человек которых батюшки к нашему подходил вчера он его душу вот как с помойки сблевал всю говорит вот разговаривает со мной фотографии отвлечется маленько погодя я батюшку такого не видел никогда чтобы он ну отошел было не было это не могу ничего сделать это там сатана просто понимаешь это так искусно подойти какая нужда этому человеку подходить говорит было что ему не хватает все ему хватает но она не может это сделать душа чтобы не говорить она томится дьявол разрывает и чтобы выплесни на кого-то выплесни и тогда успокоишься ляжешь спать тогда нормально улыбаться будем все хорошо а теперь дальше когда узнаешь что тебя хотят избавить от этого тогда приступы сердца и опять все начнется у того человека и не знаю разговаривать с ним или нет тем более этот человек мне хорошо известен я батюшки говорю батюшки ну что же делать то как то прошло маленькое время и фотографии набираем он опять никакого не положу даже толкования зачем ему нужно этому человеку там 20 с лишним лет назад где было и все недостойное причащение вот это злобе старообрядческой который ничего не прощает никон никон алексей михалыч я приехал когда в новосибирск старообрядцы были то они сразу на никон я ничего не знал то есть я считал книги божественной святых отцов они когда притом на каждом шагу и я думаю а у них там какая-то недоразумение было нас становились его никола звать старичок а она александры и вот лежу и он лежит больной больной там прям считай парализован не встает помню он ноги натирал чем патефонные иголки толстые были раз и бросать их надо в кислоту этим натирать ноги я тогда не понимал как он отравляет себя мне бы только на ноги встать а там был какой-то отец иоанн мы с ним сразимся со своим старообрядческим где то но я встал конечно богу разве нужно я не видел и она но этого то я видел и для меня это было все в новинку и молодежь что было человека 3 девицы хорошие все у старообрядцев приду опять никон песни поют а вакуум был и там где-то в даурии это что такое это какая-то страшная зацикленность на этих номерах шестерки и однажды этого который лежит никола звать его старичок сын приходит александр антихриста воцарился я говорю а как он воцарился я сейчас шел горит по улице там красный проспект главный новосибирске и там прямо написано где он остановка 666 прямо написано я города не может быть точно а уже стемнялась а думаю пойду пошел туда правда написано сберкасса номер 666 сберкасса я вернулся и говорю александр николаевич это сберкасса как сберкасса да я же видел никакой сберкассы но и он уже влепился в это ему надо разговоры всегда 666 антихрист некий никон я рассказываю у нас у меня хорошие знакомые здесь в алтайской правде это центральная губернская газета работает фотограф очень хороший ни в чем не уступавший может быть даже волобу его к спешим андрей николаевич и подправили куда-то в командировку старообрядческое поселение и он сам рассказывает это я просчитал и кто-то увидел у него фотоаппаратов аппараты мощи написано никон кто-то увидел никон всем сразу сообщили он он за никона он рекламирует тут что-то собрались ягода это японская компания какая японская когда прямо написано них они по-русски тут ладно у нас грамотный парень то просчитал обнаружил тебя да никон это без ну написано написано нет написано еще тебе еще надо-то ты за никона я не знаю кто такой никон то там и он не мог не могу горит отбить себя кое-как доказалось у нас такие фотоаппараты не выпускают а что это означает недостойное причащение он не может вас никого нет он в кого-то должен вцепиться прошу несколько меня какой не войну там объявили все до одного почему библию цитирую да кто же то библию знает наизусть это сатана ему дает знание сатана я когда стал приводить святых отцов это сильно шокировал их как сатана дает знать и на максима исповедника на пёдора студента главных любимых у псаробряца и приводит вот сатана как хитро делать стал даже святых отцов приводит а когда каноны стал говорить они вообще кверх ногами встали вот сатана что делает даже каноны дает знать наизусть вот а им он не дает потому что они с богом а сами выпивают как у них там священник год ты знаешь одной сестры благословить как они попали там на аэродром уже штраф провожающие провожающих туда не пускает а может быть благословлял упал с тропа но это свой свой у них выпивка это брашка это обыкновенная и никон 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 и вот я опять возвращаюсь к этому человеку батюшки ты не знаешь кто это подходил к нему как помочь ему этому человеку я бы хотел как-то помочь может и как-то подскажешь может тебе сродной по духу или породнее мы бы поговорили с ним мне интересно что твоя сестра не навасильна уже два раза мне звонила и голос такой радостный что еще я не знаю неужели молитвы достигли а всех молитвы достигает а старообрядцев и не могу сдвинуть никак она старообрядцевка нигде не встречалась везде пряталась и друг зазвонила при том но вполне могла обойтись без меня сына и и один операцию и в германии я конечно его сразу на молитву с собой я их хорошо знаю а второй сын дальнобойщик уезжает и я пока он выезжает приезжает а ты говори чтобы мы сразу перейдем на благодарственную молитву ты и она сообщила все и голос голос как прежде которую я знал она такая красавица такая спортсменка была все искорежили все даже на занятия не ходит не говоришь там на службу где-то полностью забили нигде бачка не видать ни на улице нигде нету прошлом году была она попросила наших братьев что-то там какие-то не знаю там шкафы сдвинуть или занести но я сказал пошли откуда с ними и и снимать не надо бояться как огня не надо тогда ничего не надо делать как-то прогнала наших а тут звонит звонит ли для меня это одинаково вот какое дело так я тебя попрошу сестра дорогая ты с этой сестрой там позанимайся который к батюшке подходила и гадости всякие говорила тебя лучше это получится чем у меня спать это такие люди которые так долго помнят это старообрядцы дух дух хотя бы они были уже не старообрядцы дух непрощение он уподобляет дьяволу зло по мнению подобряя дьявол святой англотоуст это тревожная обстановка тем более если этот я не спросил у батюшки старый это ли молодой я так примерно то знаю а если старый да больной да хватает может внезапно умереть как поможешь я для того тебя и взял ты помощница добрая и поэтому помочь надо человеку как-то выйти из этого состояния чисто погибельного и при том не вчера я был причастник такой день радости а в это время то душа буквально беснуется незаконно причащается да не имеет права там у меня то и старообрядцы подходили там откуда-то 100 с америке то откуда не ладно все до христа не ладно было и с родными и те которые проповедовали тысячи шестьсот лет ждали его жертву приносили богу и тут же возненавидели меня напрасно пришел к своим свои не приняли не приняли один а кто приняли его тем дал власть быть чадами божьими я хочу чтобы человек который вчера батюшки подходил был щадом божьим они щадом сатаны слабо мнение уподобляя дьяволу так щели хочешь сказать мне нет я с собой разговариваю прости меня за все вот и поговорили встретишься где-нибудь только я наказываю не ходи когда застывает лед подскользнуться можно держись за стенку там я прибил палку которую жердил буквально ну все на этом на сегодняшний день в начале третью неделю поста если и в пост и посвящение андрея критского того человека все еще что-то где-то пенится и он втягивает это не надо златоуз говорит он тонет один это его дело ты стой на берегу спокойствия мне ничего это не дает никак я говорю только я заблокировал больше теперь уже на 1017 каждый день вот подряд подряд но сидим обедаем за столом мы разные пакости там я проповедь говорю или даже ян златоуз выставлен ролик гадости просто людям деньги платят потом я узнал деньги платят каждый день но я по стилю это вижу как с ошибками вроде неграмотной но мне как это никак велика ваша награда на небесах когда будут вас злословить поносить напрасно а у человека мне это не напрасно я ну не напрасно тем более тебе зачем я же не судите брата моего мы кланяемся подскажи этому человеку скажи это полностью погибельное состояние надежды на спасение никакой нету прости нам долги наши как и мы прощаем иначе я не прощай и ты мне боже не прощай прямой отсюда как я прощаю так ты прощай а раз ты не прощаешь ну как он может прощать иначе молитва вообще наш теряет смысл вот все я тут голубями занимаюсь и сейчас в чатурлетку пойду хочешь можешь сидеть здесь нам хорошо быть вместе все пока нам хорошо бы часа